Однажды в общежитии Литературного института произошла драка. В общем-то, ничего необычного в этом не было, если не считать того, что на этот раз били Анатолий Передриева, который, будучи бугоемым мордобойцем хоть куда, сам не отличался покладистостью. Например, заметив кого-нибудь ему не очень симпатичного в Центральном доме литераторов, он мог запросто выгнать его со словами «Не признаю, пошел нахрен, вон отсюда». Так вот, в общежитии я оказался, когда действие уже свершилось. А началось все, как мне рассказал по свежим следам Коля Рубцов, с того, что Передриев, случайно встретившись с ним на шестом этаже, взял да и набил ему морду. Видно, был не в духе. Николай же взял, да и пошел после этого к братьям Эрику и Валентину Сафоновым, которые шерствовали над ним и жили этажом выше. Замечу попутно, что братья, особенно Герри, по умению драться превосходили даже Передриева. Выслушав Рубцова, Сафоновы спустились на этаж и ниже, одним ударом ноги выбили дверь, и в процессе завязавшегося выяснения отношений всего-навсего сломали несколько ребер хозяина комнаты, не считая разбитой утвери и перевернутой мебели. Правда, Анатолию Передриеву пришлось подлечиться в больнице. А позже, когда Рязанская писательская организация исключала из своих рядов Солшеницына, Эрик Сафонов, как говорят, бросил на стол свой членский билет, уйдя со словами. Он единственный писатель среди нас. Большой Руси.